Уважаемый телезритель, мы находимся на центральной площади Шымкента до зажжения главной шымкентской елки. Осталось всего несколько минут. Вы видите, за нашей спиной здесь уже готова сцена. Здесь сегодня пройдут более сотни Дед Морозов и Снегурочек. А вот сейчас мы видим, к елке уже подошли Дед Мороз со Снегурочкой. У нас Мольдер Бекеева очень любит делать селфи. И теперь как раз есть у нас повод. Стройную красавицу высотой в 18 метров установили и украсили на площади Альфа-Раби. Вокруг нее уже собрались жители и гости Шымкента. Всем так и хочется прикоснуться к приближающемуся празднику. Для гостей праздника организаторы подготовили сказочную новогоднюю ночь. Главную роль в постановке сыграл сам Акимобласти. По сценарию глава региона должен взять волшебный посох и зажечь главную виновницу торжества. Из рук одного из сотен Дед Морозов Жасей Туймибаев получает посох и происходит чудо. Скоро Новый год, долгожданный праздник. Я хотел бы пожелать всем, вашим семьям, близким, родным, счастья, успехов, здоровья, что дети радовались, учились здесь, учились по всему миру, потому что мир это уже наш общий дом. Нынешнее новогоднее убранство Шымкента выполнено на средства спонсоров. Второй год подряд деньги для украшения к Новому году городская администрация направляет для детей из малоимущих и малообеспеченных семей и детей-сирот. В преддверии Нового года они получат по 42 тысячи тенге. Любви, радости, удачи, везения. Красивая, супер, красивая. И вот небо над Шымкентом озаряет предновогодний салют. Новогоднюю красавицу зажгли не только в Шымкенте. Одновременно церемония зажжения главного символа Нового года прошла в Петропавловске, Актубе и Караганде. А в Астане яркими красками засияло сразу 16 лесных красавиц. В столице состоялось и открытие самого крупного ледового городка страны. Шудин Саидов, Ербол Махашев, Камила Сайфулина, информационная служба, телекомпания.